Добрый день, коллеги. Сегодня мы обсудим вопрос о создании национальной комплексной системы реабилитации для тех наших граждан, которые употребляют наркотики, психотропные вещества, причем употребляют по немедицинским показаниям. Тема эта непростая, поскольку речь идет о нескольких миллионах человек, по данным медиков, цифры приводятся разные. Тем не менее, по данным рабочей группы, по этим вопросам при правительственной комиссии, после данных судебно-медицинской экспертизы стало очевидно, что более 60 тысяч человек ежегодно умирают от патологии жизненно важных органов из-за систематического употребления наркотиков. Это страшные цифры, конечно. Причем возраст наркоманов снижается год от года, и мы не должны на это закрывать глаза, не должны оставлять страдающих от этой зависимости детей, подростков и взрослых наедине с этой проблемой. И, конечно, должны дать все возможности для того, чтобы человек, который получил лечение, вылечившись, мог пойти учиться, работать, создавать семью и продолжать жить. В борьбе с наркоугрозой очень важна активная позиция государства и, естественно, не менее активная неравнодушная позиция общества. Наша задача в том, чтобы стихийно сложившийся рынок не просто разрушить вот такого наркопотребления, а предложить всем понятную систему лечения, понятную систему социальной адаптации и альтернативу. Я хочу показать теми, которые сейчас продолжают сражаться за своих близких, в большинстве случаев это происходит в одиночку, что их усилия обеспечены и государственной поддержкой. Именно ради этого было принято решение о создании системы реабилитационной работы с тем, кто хочет избавиться от наркотической зависимости. Ее формирование было предусмотрено еще стратегией антинаркотической политики до 2020 года, она была, напомню, утверждена в 2010 году. Работа по ее реализации идет достаточно активно, но, наверное, усилия ведомств, усилия федерального центра, усилия регионов недостаточно хорошо скоординированы по целому ряду вопросов. Необходимо как можно скорее установить единые требования к организациям, которые занимаются реабилитацией людей, готовых покончить со своей зависимостью. Медицинские учреждения, сами медики, педагоги, психологи, социальные работники, добровольцы в некоммерческих организациях, все они должны работать по четким программам, которые учитывают специфику ситуации. Особенно в том, что касается несовершеннолетних пациентов. Тем, кто успешно завершает реабилитационную программу, необходимо, естественно, помочь в трудоустройстве, пройти профессиональное обучение, которое облегчит получение работы и возвращение к нормальной жизни. Это требует уже и внимания социальных органов в регионах. В ряде субъектов такой опыт есть. Есть приличные наработки в этой сфере и у некоторых социально ориентированных некоммерческих организаций. Проблема действительно большая. Послушаем выступление директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктора Петровича Иванова и руководителя Псковской области Андрея Анатольевича Турчика, который расскажет о том, что в регионах делается по этому направлению. Спасибо.